МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Сергей Ильичинин, следователь-криминалист. Здравствуйте. Здравствуйте. Одна из самых страшных ситуаций, это когда теряется ребёнок. Совсем недавно был день пропавших детей. Скажите, сколько деток теряется и сколько вы находите? Есть какая-то статистика? Статистика присутствует, конечно. Этому вопросу следственному управлению Паризанской области уделяется особое внимание, поскольку это наиболее слабо защищённая категория граждан ввиду своего возраста. Ежегодно в области безвестно пропадает порядка 150 детей. Если, опять же, прибегнуть к статистике, то в 2018 году их было 147, в 2019 году 128, а постоянно на сегодняшний день, в текущем году 58 сообщений подобного характера. Несмотря на это, все дети найдены, они живы-здоровы, и по результатам проведённых проверочных мероприятий не было установлено, что в отношении детей были совершены какие-либо противоправные действия. Скажите, какие методы вы используете, чтобы найти ребёнка? По каждому сообщению, которое поступает в правоохранительный орган на безвестное мочевновение ребёнка, незамедлительно организуется процессуальная проверка, организуются поисковые мероприятия незамедлительно, да, с привлечением просто гражданских лиц, волонтёрских организаций, сотрудников полиции, сотрудников МЧС. Все совместные усилия направлены на быстрейшее установление местохожения ребёнка. Вы проводите очень много различных профилактических мероприятий. Вот что сказать маме, папе, ребёнку? Какая информация может пригодиться детям, если они потеряются? Что нужно рассказать мамам и папам своим чадам? Во-первых, необходимо обязательно поддерживать с ребёнком доверительные отношения, чтобы не было подобных ситуаций, их не возникало, когда родитель не знает, где находится его ребёнок. Во-вторых, обязательно необходимо донести до ребёнка информацию о его месте жительства, вообще каких-то анкетных данных, да, которые, допустим, позволят установить его местонахождение. Ребёнку обязательно необходимо проинструктировать о опасности нахождения в незнакомом месте, в том числе в ночное время, в малознакомой среде, поскольку, как я уже сказал, слабозащищённый, да, слой населения, это может пособствовать совершению в отношении каких-либо противоправных действий. Я могу отметить то, что родители порой даже не осознают, на что их дети вообще способны, поскольку бывали случаи, когда подростки, 14-13-летние, уходили из дома, самостоятельно добирались на попутках до других субъектов, и там, вот у нас был случай, около полутора месяцев проживал ребёнок, соответственно, подрабатывал, мы его разыскивали. Благополучно его нашли. По изначальным характеристикам родителей, ребёнок абсолютно домашний и не приспособленный к внешнему миру, хотя на поверку оказалось совсем наоборот. Он смог самостоятельно добраться на попутках до другого субъекта за тысячу километров и там существовать в течение месяца спокойно. Бывают совсем маленькие детки теряются, вот им что необходимо донести? И вот говорят, что нужно разработать маме и ребёнку какой-то пароль или код. Вот если незнакомый подходит, и он говорит, я подошёл от мамы или от папы, ребёнок должен спросить пароль. И тогда вот его не ведут. Какие-то такие моменты. Ну да, это различные бытовые приёмы, которые должны присутствовать в семье. Вопрос в том, что ребёнок должен быть проинструктирован и должен понимать, осознавать, что не всегда возможно и не везде общаться с незнакомыми людьми. Данную информацию родители должны донести до ребёнка обязательно. Это можно сделать просто в игровой даже форме, чтобы ему это стало понятно. Вы выезжаете в детские дома и интернаты. Расскажите, о чём говорите с воспитанниками? Да, с целью проведения профилактических мероприятий, которые направлены на исключение фактов самовольного ухода детей, не только из домов, но и из детских специализированных учреждений. Мы действительно посещаем и дома-интернаты, и детские дома. Общаемся не только с администрацией учреждений, но и с воспитанниками. Обязательно разъясняем их права, обязанности, доводим до них информацию, как безопасно себя вести в общественном месте, в том числе в ночное время. Опять же, всё это проходит в форме свободного диалога, либо в игровой форме. А какие игровые формы вы используете? Иногда проводим совместные мероприятия с волонтёрскими организациями, в том числе Лиза Алерт. В условиях приближенных реальностей мы создаём сценарий, в котором подросток якобы пропал, и мы его разыскиваем. При этом показываем, какие могут опасности его подстерегать, если он находится в знакомой среде, тем более один. И всё это, в принципе, в режиме реального времени происходит. Я знаю, что в ближайшем будущем планируется открытие Института общественных воспитателей. Расскажите, кто может стать таким воспитателем, и в чём заключаются их задачи. Относительно недавно в следственном управлении была такая пробирана практика Института общественных воспитателей. Что он под собой подразумевает? Ну, фактически любой человек совершеннолетний, который по своим моральным качествам может представлять какой-то авторитет для подростка, может выполнять функцию воспитателя, беседовать с ним, общаться, проводить какое-то время с той целью, чтобы поставить ему правильные ориентиры в жизни и как сформировать какое-то положительное мировоззрение. Ну, наверное, должны быть какие-то определенные характеристики, несудимый должен быть человек, да? Конечно, конечно. В настоящее время в следственном управлении данный вопрос поднимается перед губернаторами Рязанской области внедрение данного института в практику в Рязанской области, поскольку в ряде субъектов Российской Федерации данная практика уже дала положительные результаты. Насколько я знаю, есть наставники уже, да? Существует такая практика тоже. Да, конечно. И вот некоторые священники выступают наставниками. Можете пример нам привести? Ну, непосредственно в нашем следственном управлении могу обратиться к примеру. Один из воспитанников одного из детских специализированных учреждений, он неоднократно совершал побеги в течение года. Это порядка 5-6 раз в год он мог убегать. При этом вы прекрасно понимаете, что для его поиска там необходимы большие силы и средства. В качестве наставника один из сотрудников следственного управления стал больше уделять ему времени, проводить, разъяснить какие-то беседы, больше с ним общаться, встречаться. И вот в этом году в текущем, в принципе, практически на нет сведены вот эти факты его самовольного ухода. Многие говорят, что нужно ждать трое суток, прежде чем обратиться в полицию. Действительно ли это так? Нет, это заблуждение. Если родственники, родители ребенка поняли, почувствовали, что ребенок пропал, не дают о себе знать, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Скажите, а используете ли вы какие-то современные технические средства? Конечно, для поисковых мероприятий применяются современные технические средства. Это и квадрокоптеры, при помощи которых можно обследовать большие площади того же какого-то лесного массива, допустим, природную среду. При поиске, допустим, на воде мы применяем водные какие-то средства. Кроме того, при поисковых мероприятиях задействуют и GPS-навигаторы, которые позволяют отследить тот маршрут, который уже был прочесан и не возвращаться к нему впоследствии. А если сравнить разные года, и этот год, прошлый год, позапрошлый, больше стало, меньше стало теряться детей? Ну, тенденция такова, что ежегодно сокращается количество без все пропавших детей. Все они находятся благополучно. Где-то треть от числа пропавших детей, это составляют дети, которые покидают детские специализированные учреждения. Остальные-то дети уходят из домов. Причины всегда банальные. Это склонность к бродяжничеству, желание самостоятельности, бесконтрольности. Либо бывают бытовые конфликты в семьях, в результате которых дети просто на них достаточно импульсивно реагируют и уходят из дома. В завершении нашей беседы, что бы вы хотели пожелать всем родителям? На что обратить еще раз особое внимание? Я бы хотел пожелать, чтобы в семье было взаимопонимание с ребенком, чтобы ребенок родителям обязательно доверял, делился чем-то сокровенным, чтобы у него не было каких-то тайны и предпосыл для того, чтобы уйти из дома, не сообщив о себе. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова